И снова здравствуйте, друзья! В очередной раз к вам с новиночкой. На этот раз сегодня мы рассмотрим новиночку от Автоваза. Это пятиместный кроссовер X-City или X-Sight X-Cross 7. Вот он, позади меня стоит, красавчик. Теперь представлен в продаже в автослоне Lada в отдельном подразделении X-City. Пока только одна модель в модельном ряду X-City. Это X-Cross 7. Ожидается, что в будущем появится X-Cross 4, построенный на базе четверки. Но пока про него тишина. X-Cross 7, вот этот автомобиль, построен на базе Cherry Tiggo 7 Pro. Собирают такие шикарные российские автомобили в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan. Что здесь нового? В принципе, кроме шильдиков, в отличие от 7-ки, здесь ничего не изменилось. Хотя нет. Стоит отметить то, что новые версии Max, Cherry Tiggo 7 Pro Max, оборудованы роботизированной коробкой переключения передач. А здесь, а здесь у нас, друзья, по-прежнему остается вариатор, который в случае, если мы будем таскать прицепы, нагружать мотор оборотами, не прогревать вариатор, то вариатор этот, скорее всего, отвалится. Ну, как показывает практика эксплуатации таких автомобилей. В такси, в такси вообще не выдерживают. В общем, режим такси не для вариатора. Если бережно эксплуатировать данный автомобиль, то все у вас будет хорошо. Так что запомнили правило, да? Перед началом движения прогреваем вариатор. Никого никогда на буксир не подцепляем. И на машине не гоняем. Теперь пойдемте в Лада смотреть, сколько стоит этот шикарный автомобиль X-Cross CT7 в ярко-синем цвете. Крутая тачка, мне нравится. Сравните, да? Нива Тревел, прошлый век, и новый российский кроссовер X-Cross CT7 в красном цвете, в ярко-красном цвете. Шикарен, шикарен, друзья. Сколько стоит? Я узнал и сразу не буду тянуть. Скажу, минимальную версию можно купить что-то в районе 2,5 миллионов рублей. Максимальная версия X-Cross CT7 стоит 2,600. Ну, чуть-чуть побольше. С учетом акции скидок 3 дынов, возможно, цена вообще упадет вниз. Но это не факт, это еще неизвестно. Что есть нового, да? Кроме шильдиков. Давайте посмотрим, заглянем. Может, все-таки мы найдем. Отличие от китайской семерки. Сзади большой разницы, не вижу. Эко-кожа, красные строчки. Подлокотники присутствуют. Подстаканники. Есть три подголовника. Крыша панорамная с электролюком. В какой ладе, друзья, вы видели панорамную крышу? Это первая продукция от АвтоВАЗа вот с такими шикарными опциями. В багажник, к сожалению, не заглянем. Аккумулятор разрядился. Часто на китайских машинах разряжаются аккумуляторные батареи. Какая, кстати, здесь батарея? Давайте заглянем, посмотрим. Капот выставлен на газовых упорах. Сразу же подходим, смотрим, что за аккумуляторная батарея. Черри, друзья, клемма снята. Возможно, аккумулятор не разрядился. Возможно, просто снята клемма. По дополнительному оборудованию. Кто знает, доп. опция от АвтоВАЗа вот эти газовые упоры или нет? На мой взгляд, нет. Потому что, смотрите, здесь какие клепки сделаны. Или это так задумано, не задумано. Обратите внимание. Клепочки и закручены на стойке. Скорее всего, это у нас получается доп. опция от АвтоВАЗа. Не будет же производитель устанавливать газовые упоры на болты крепления стойки. Двигатель 1,5 литра, 147 лошадиных сил. Работает в паре с вариатором CVT25. Привод во всех версиях только передний. Китайский автомобиль Cherie Tiggo 7 Pro Max обзавелся уже, вне зависимости от комплектации, роботизированной коробкой переключения передач. Здесь же по-прежнему мы видим вариатор. Шикарный значок X. Это как бы продолжение X-версии от АвтоВАЗа. Вот он. Никто не ожидал, никто не думал. Пожалуйста, вот вам такой вот перелицованный X. Раньше было Renault, теперь будет Cherie. Кресло переднего пассажира регулируется за счет электроприводов. Но в каких положениях не подсмотрим. Клемма снята. Центральная тоннель парящая. Беспроводная зарядка для телефонов. Климатическая система, скорее всего, двухзонная. Ниже видим USB слот 1, USB слот 2. Розетка на 12 вольт. В перчаточном ящике интересно бы было посмотреть руководство по эксплуатации. Какое оно, да? Кто производитель этого руководства по эксплуатации? Но, к сожалению, не судьба. Руководство по эксплуатации отсутствует. Присядем на рабочее место водителя. Осмотримся за рулем. Посмотрим обстановку. Бесключевой доступ. Вид на дверную карту. Двери закрывают линию порога. Кресло водителя с электроприводами. Руль затянут в кожу. Управление. Тройз-контролем присутствует. Цифровая приборная панель. Мультимедийная система. Кнопка старт-стоп. И, в принципе, здесь, друзья, салон такой же самый, как в Chery Tiggo 7 Pro. В Max-версии идет единая приборная панель. Здесь же две раздельных. Монитор в центральной части, да? Утоплен в колодце. И отдельный экран мультимедиа. Мультимедиа у нас с обзорностью 360 градусов. 2500, друзья. Минимальная версия. 2600, максимальная версия. Ничего нового, кроме шильдиков, в этом автомобиле я не увидел. Это все та же по-прежнему дорестайлинговая Chery Tiggo 7 Pro. Но, напомню еще раз, еще раз отмечу, что у китайцев автословных доступны уже обновленные Max-версии. Здесь же предыдущий вариант, который уже снят с производства в Китае. Хотя, вот, не снят с производства в России. Производство еще только налажено. Будут ли брать такие машины? На мой взгляд, будут. Потому что 2500, вот эта машина стоит, Vesta SV Cross стоит 2250 в максималке. Там тоже вариатор, вот, Vesta стоит. И почему нет, да? Переплатил 300 тысяч и получил автомобиль больше. С большим количеством опций, функций. На мой взгляд, выбор очевиден. Теперь китайцы будут активно продаваться из салонов Lada. Забыл узнать, сколько же гарантия на этот автомобиль. Хотя, наверное, не стоит. Я думаю, гарантийные случаи начнутся раньше срока окончания гарантии, официальной. Теперь пишите в комментариях, как вам такой вот красавчик с буквой Х на решетке радиатора. Семерочка, счастливое число. Думаю, пульнет, думаю, стрельнет. Хотя, не факт. Теперь пишите свое мнение в комментариях, что думаете по поводу продаж. Провалятся, не провалятся, взлетят, не взлетят. Я хожу в комментарии, дискутируя с вами. До новых встреч.